Здравствуйте, меня зовут Николай. Мы находимся в магазине «Русские ножи». Сегодня речь пойдет о заточке изогнутой режущей кромки или рекорве. Ничего сложного в этом нет, немножко терпения, немножко желания. Об основных моментах я сейчас расскажу. В принципе, ножек находится в рабочем состоянии. Моя задача не столько заточить, сколько показать, каким образом это происходит. Затачивать будем на крае камня. Изначально камень можно каким-то другим более грубым камнем немножечко скруглить, но можно этого и не делать. Во время работы он сам немножечко уйдет в радиус. Что мы делаем? Ставим, берем угол необходимый для заточки и мне очень нравится работать коротенькими движениями. И потихонечку производим заточку. Что у нас получается? Мы точим сектор, 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 сектор. Потихонечку выбирая, так сказать, режущую кромочку. Дальше мы перешли на изогнутую часть. Тут, в принципе, никаких проблем нет. Это уже классика жанра. Не забываем о том, что угол надо держать очень точно. Не знаю, насколько это сейчас видно, камень у меня уже немножечко скруглился. То есть, собственно говоря, к чему мы и стремились. Образовался уже хороший заусенец. Поэтому переходим на другую сторону. Процесс точно такой же. То же самое. Взяли угол и потихонечку, не торопясь, то же самое. Сектор, сектор, сектор. По чуть-чуть производим. Это грубый камень двухсотый. Сейчас мы просто быстро снимаем их, так сказать, лишнее. Чуть-чуть водички. Тоже образовался необходимый нам заусенец. И переходим на следующий камень. Тысячный. Тоже видно, да? Краешек достаточно такой под прямым углом ровненький. То есть, то же самое можно его скруглить, в принципе, даже тем же двухсотым камнем. Можно этого и не делать. Давайте попробуем его скруглить. Так, чисто из любопытства, что у нас получится. Вот что-то такое. То есть, в таком варианте будет чуть-чуть попроще работаться. И все то же самое. Способов заточки очень много. У каждого, как правило, он свой. Мне нравится работать вот такими короткими движениями. В общем-то, близко к краю камня. Не знаю, насколько видно, кромочка стала более блестящая. Работаем с другой стороны. В конце я делаю несколько достаточно быстрых движений от пятки, грубо говоря, вот до вот этого радиуса. Для чего? Для того, чтобы мне сравнять вот эти вот сектора. Чтобы у меня режущая кромочка получилась более ровной. Теперь важный момент убрать заусенец. В принципе, я делаю это просто на коже. Обратите внимание, вот здесь видно, кожица немножечко свисает с деревяшки. Для чего это сделано? Именно для того, чтобы не убрать заусенец рекурова. Попытаться вот здесь будет немножко неудобно. Это для обычных ножей с прямой режущей кромкой. А когда кожица немножечко свисает, как раз она по радиусу проходит очень хорошо. И с обратной стороны. Несколько движений. Я не выполировываю, я просто убираю заусенчик. Смотрим, что получилось. Вполне рабочий нож. В принципе, закончил я тысячным камнем. По желанию можно там и три, и четыре, и пять. Кому как нравится. В принципе, нож достаточно грубоватый. И тысячного камня для работы ему вполне будет достаточно. Спасибо за внимание. Берегите себя. И приехали kepada BON 20 лет. Как это происходит? Продолжение следует...